Приветствую вас, дорогие братья, дорогие сёстры. Приветствую всех тех, кто присоединился к нам через сеть интернет. Скажите, пожалуйста, вот, наверное, этот вопрос больше относится тем, кто не является гражданином Российской Федерации, а может быть даже знает ответ, кто является россиянином. Скажите, что нужно для того, чтобы стать гражданином Российской Федерации? Что? Нет, это для не гражданина Российской Федерации, то есть если человек приезжает в нашу страну и желает стать гражданином, получить гражданство, то что ему нужно сделать? Слышу много ответов. Ага, спасибо. То есть нужно заполнить какой-то определенный список документов, оформить, отправить. И к тому же еще нужно, я слышал, по крайней мере, нужно знать русский язык. Там есть какие-то определенные службы, которые проверяют себя, знаешь ты его или нет. Это для тех, кто не является гражданином Российской Федерации. Скажите, сейчас будет более сложнее, наверное, вопрос. А что нужно для того, чтобы стать гражданином Царства Небесного? Любовь. Хорошо, тоже много. Любовь, определенные принципы. Вообще, Иисус Христос, находясь здесь, очень много говорил о Царстве Небесном, о Царстве Божьей благодати, о Царстве Божьем. Он говорил это через свои притчи. Когда говорил по поводу молитвы ученикам, он тоже говорил, чтобы они молились о приближении Царства Небесного. Также, когда он посылал их проповедовать, он наставлял их и велел, чтобы они проповедовали Царство Божье. И вот, Царство Небесное пришло. Иисус Христос является этим царем этого Царства. Ну, и как вы знаете, у царей, или в наше время у президентов, есть определенная речь к народу. Ну, она бывает всегда. Перед тем, как человек заступает, приступает к своим обязанностям, либо после. И современным языком, если сказать, то это своего рода такая, как сказать, программная речь. Программная речь. Иисус Христос выступил своей программной речью. И это была и Нагорная проповедь. То есть это определенный список законов, это определенный свод желаемых требований и своего рода конституция Царства Небесного. И вот, когда его слушали, на тот момент, что-то было, наверное, невероятное для людей, слушающих вот то, что говорит Иисус Христос. То есть люди привыкли жить другими, какими-то стандартными. У них были какие-то другие свои принципы. И для них было шокирующе слышать такие вещи. И как раз таки вот в Нагорной проповеди Иисус Христос попытался рассеять некоторые неправильные понимания отношений к Нему, вообще о Его намерениях, о Его характере. То есть там Он конкретно рассказал вообще, для чего все это, для чего Его пришествие, для чего Он пришел, что Он хочет сделать. И как раз таки эта речь, она и была важна, и была нужна для тех, кто собирался, кто желал стать гражданом, гражданином этого Царства. Следует отметить, что Царство Небесное – это не то, что будет, не только то, что будет в будущем, но это Царство, которое может быть уже сейчас, настоящее. И оно происходит у тех людей, которые принимают в сердце Иисуса Христа. Евреи как-то по-своему в то время воспринимали свое Царство Небесное. Они думали, что Царство Небесное можно приблизить с помощью власти, с помощью своих каких-то законов против римлян. То есть если они освободятся от гнета Римской империи, и дальше у них будет происходить этот процесс, у них как раз-таки и наступит, это Царство Небесное. Оно основывалось на силе, в первую очередь. Но Царство, о котором говорил Иисус Христос, оно основывалось совсем на другом. И человек, принимающий это Царство, он должен делиться, и ему надо бы делиться с остальными. И основывается оно на взаимной любви. Это самые главные, наверное, критерии, требования, которые есть в Царстве Небесном. И граждане этого Царства – это живые представители, которые были в то время, которые принимали Иисуса Христа и Его Царство. И первые, кто стал гражданином этого необычного государства, это стали 12 учеников. Вы знаете их имена, 12 апостолов. Они и гражданами были, и были подданными. И Иисус хотел, чтобы они как раз-таки и были распространителями этих принципов, распространителями этого Царства Небесного по всей Земле. Сначала в Иерусалиме, потом в Самаре, а потом до края Земли. И это распространение как раз-таки и происходило благодаря обычным рыбакам, обычным людям, которые ничем не отличались от тех людей, которые были рядом с ними. Они были простые крестьяне, обычные люди. Но отличались они тем, что они желали нести весть тем людям, с которыми они находились. Они были верны и, собственно, выполняли с веренностью доверенную им работу. Сейчас я хотел бы с вами поговорить, то есть о чем пойдет речь. Это о некоторых качествах граждан этого Небесного Царства. И мы сейчас давайте с вами откроем Евангелие от Матфея, пятая глава. Я думаю, вы знаете все, где находится Нагорная проповедь. И прочитаем некоторые стихи. Пятая глава Евангелия от Матфея с 13 по 16 текст. Перед этим Иисус Христос изложил заповеди блаженства. И вот следующий мы читаем. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И, зажегши свечу, не ставит его под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». В оригинале это местоимение «Вы» находится под ударением. И некоторые комментаторы этой Нагорной проповеди пришли к такому мнению, что предыдущие слова были направлены не только на учеников, но и на всех, кто слушает, кто пришел послушать Иисуса. А вот эта речь уже, она конкретно относится к ученикам. И он обращается «Вы», к апостолам. Это как бы одна из вероятных версий. Христос не так давно призвал своих учеников, чтобы они были ловцами человеков. А здесь Иисус Христос уже целенаправленно говорит им, кем они должны быть в настоящий момент для остальных людей, для мира, для общества, которое их окружает, с которыми они живут, и какими же качествами они должны обладать. И всего лишь, заметьте, при помощи двух метафор Иисус объясняет, какими же качествами должны обладать они, граждане этого небесного царства, чтобы распространять это небесное царство. И давайте сейчас с вами разберемся по порядку, что же представляют из себя эти две метафоры. И у нас первая метафора. Еще раз прочитаем. «Вы соль земли». И Иисус, называя учеников солью земли, он же не просто так говорит им какие-то такие метафорические слова, а он понимает, о чем он говорит, и я думаю, они поняли, когда он к ним обратился, что же хочет сказать он. Так что же может означать слово «соль» вообще? Что это значит? Ну, я думаю, как все вы знаете, соль, она имела большое значение, имела и имеет вообще в жизни человека. И в наше время много, где мы можем использовать ее. Я думаю, женская особенно половина знает, где применять в наше время соль. И она у нас, наверное, не в таком дефиците, как была в то время. Мы можем ее приобрести в любом продовольственном каком-то магазине, но в то время она была достаточно редкой, потому что не было таких, как в наше время, методов подобычи этой соли. Древние греки называли соль божественной, а у римлян была такая поговорка «нет ничего полезнее соли и солнца». Сейчас, наверное, проще сказать, где соль не применяется, чем сказать, где она применяется. И в пище, может быть, где-то каких-то таких технических моментов. Кто-то ее использует для того, чтобы придать энергию. Лечебный, кто-то полощет горло. То есть много, спектр большой ее использования. Раньше посыпали даже дороги, чтобы в зимнее время, чтобы не было скользко. Где же использовалась в те давние времена эта соль? Солью также приправляли пищу, придавая ей вкус. Ею посыпали жертвы, которые приносили Богу. Новорожденных натирали солью, тем самым обеззаразить. И благодаря соли люди могли сохранить пищу, какие-то продукты, которые быстро могут испортиться. Представляете, то ту страну, жаркий климат, холодильников не было, как еще при помощи соли можно сохранить к примеру какое-то мясо или скоропортящиеся продукты. И они занимались консервацией, использовали ее в этом качестве. Один мой друг он очень такой ярый рыболов, любит очень рыбачить. И вот в сезон, когда много, так сказать, клюет, он ловит рыбу где-то в порядке 40 килограмм. И вот сами представляете, куда можно деть и как сохранить такой объем рыбы. Ну, конечно же, ее замариновать, посолить, да еще и потом высушить. И вероятнее всего Иисус использует вот с этим значением слово соль. Она не дает разлагаться каким-то продуктом и предотвращает от порчи. И это можно выделить как первое качество учеников, граждан Царства Небесного, которыми они должны обладать. они должны быть как раз таки вот этим средством, которые не дают другим людям морально разлагаться. Они как раз таки должны быть солью, солью, которая может растворяться и не давать другому испортиться. Ученик, который становится участником дела спасения, должен как раз таки предохранять, предотвращать окружающий мир от этого разложения. Ученики должны были признавать спасение всех людей, не только, может быть, тех, которых вот они, кто находился в их кругу, их 12, но и всех остальных, кто находится как в городе, как в Иерусалиме, так и к чему их призывал потом Иисус Христос. Они не должны были отделяться от того общества, где они находятся. Ученики должны были оказывать доброе влияние на всех, с кем они соприкасаются, кому они проповедуют истину, которую получили от Иисуса Христа, которая должна влиять на других людей. И, конечно же, они должны это применять в своей личной жизни, применяли применять эти заповеди блаженства, которые слышали, практикуя, конечно же, в своей жизни среди своего народа. И мы можем следующее прочитать. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбрось ее вон на попрание людям? Или в современном переводе можно прочитать такой вариант. «Если соль перестанет быть соленой, чем возвратишь ей вкус? Она ни на что не годится, ее выбрасывают вон под ноги людям». Здесь, так сказать, более, наверное, понятно для нас. И вот слова о потере этих свойств соли долго приводили людей, комментаторов в какое-то сомнение, не могли вообще понять, как соль может потерять свое свойство. Но есть одно из первых предположений. Соль, которую добывали из Мертвого моря, имела очень много примесей. По внешнему виду они были похожими на соль, но потом под влиянием влаги соль растворялась и на поверхности оставались как раз-таки эти примеси, которые вроде бы похожи были на соль, но они не выполняли той функции как соль, они не были солены. Ну и второй вариант это Иисус использует как метафора в метафорическом смысле. Иисус называет здесь учеников своих соль земли. И он предупреждает, что если они потеряют свойства соли, что если они станут такими же, как то общество, которому они проповедуют, то они ничем не будут пригодны. Они так же, как и все остальные. И что с ними сделать? Как и с солью, только выкинуть за ненадобностью под ноги людям. Она уже бесполезная. Что значит соль, теряющую свою силу? Это ученик или христианин, который теряет своего учителя или Христа. Это бесполезность в Божьей миссии. И конечно же ученики наверное прекрасно понимали, о чем идет речь, о чем говорит Иисус Христос. И здесь можно выделить первое качество гражданина Царства Небесного. Это предохранение общества от разложения, то есть оказывать доброе влияние на всех, кто находится рядом своим поведением, христианским поведением. И читаем мы дальше, переходя уже ко второй метафоре. Вы свет мира. Что же здесь имеет в виду Иисус? В то время, как и в наше время, свет был очень необходим для людей. У них не было на тот момент каких-то приспособлений электрических. Были обычные лампадки масляные, которыми они пользовались в темное время. Это и в бедных семьях было, конечно же, в богатых. И при раскопках археологи находили очень большое количество этих лампадок на этой палестинской земле. Я думаю, каждый из вас сталкивался, может быть, были какие-то случаи, когда свет был очень необходим, когда без света вы не могли что-то сделать. И расскажу из своего личного опыта, как необходим был в том случае свет. это было в прошлом году. также с моим коллегой Сашей приезжали сюда на служение, на практику. В том году, вы знаете, была вторая смена, и служение заканчивалось очень поздно. А у моего коллеги Саши была машина. И обратно мы возвращались на машине. Но перед этим так получилось, что он попал в аварию. Слава Богу, все живы, но немножко урон был причинен машине. Фары у этой машины светить уже стали не под колеса, а вверх. И нужно было куда-то отдавать на ремонт, чтобы исправить эту поломку. Мы возвращаемся ночью. Когда от Москвы едешь в сторону тылу, там делают сейчас ремонт, по-моему уже закончили, там были такие неосвещаемые участки дороги. И они очень длинные были. На тот момент, когда мы ехали, наверное, они еще длиннее казались. И машина светит не так, а вот так. И представляете, мы на протяжении всех этих долгих участков ехали очень тихо. Машина обгоняет, и мы в этот момент скованные находились, потому что не было света. Она освещала, но как бы очень плохо. Мы как раз таки, наверное, в тот момент и почувствовали, как важно иметь свет, который освещает путь. И ученики, они, если касаться того времени, должны были этим светом, который должен был освещать путь другим. света в то время конечно были тоже такие же функции что-то освещать, но в Библии мы можем найти еще и какие-то метафорические использования слова свет. Мы можем сравнить его, если в Библии почитаем в Ветхом Завете свет для народов, написано Израиль, свет для народов. Бога в Библии называют светом. Псалмопевец так восклицает «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» Тоже сравнивается Бог со светом. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна очень часто используется по отношению к нему слово свет. И сам он себя так и называет «Я свет миру». И теперь сам Иисус называет учеников светом миру. Потому что задача их нести как раз для людей, опять же для тех, с кем они находятся, в каком обществе, с кем общаются, им разъяснять, нести истину. Они понимали возложенную на них миссию. Миссию о том, чтобы нести эту весть о живом Боге, нести весть о том, что есть Тот, Кто может их спасти, может иметь надежду на жизнь вечную. Ведь если мы почитаем Библию, для кого изначально вообще была поручена эта миссия быть светом для остальных народов? Для Израиля. Израиль всегда, Господь всегда призывал израильский народ к тому, чтобы они были светом для язычников. И как раз-таки Иисус Христос желает это воплотить через своих учеников, чтобы Израиль был светом для других народов, которые окружали их. И распространителями как раз-таки это доброй вести, благой вести стали апостолы и ученики. И здесь можно выделить второе качество учеников Христа, граждан этого небесного царства. Быть светом значит провозглашать истину, полученную от Иисуса, показывать правильную дорогу, правильный путь, направлять других людей в правильную сторону, какие-то принципы преподавать, которые будут им во благо, которые помогут им иметь отношение с Богом, иметь отношение с другими людьми. Они должны способствовать духовному развитию общества, в котором они находились, вдохновлять тех, которые потеряли какую-то надежду. И, конечно же, они должны быть образцом, образцом в подражании своему учителю. И сами должны жить так, как жил Иисус. И следующую метафору мы можем прочитать из этого отрывка «Не может укрыться город, стоящий наверху горы». То есть это метафора, которая обозначает, как город, можно городу, который на возвышенности можно укрыться, так и свет, не может, если он светит ярко, он не может укрыться от других людей, которые видят его. И хотел бы вам рассказать еще одну историю или применение света. У меня есть же друг рыболов, который любит рыбачить, и он мне рассказывал об одной рыбе, называется чехонь, точнее об особенности ловли рыбы в ночное время. В чем он заключается, эта особенность и этот метод? В общем, воду светит каким-то прожектором ярким, и чехонь, видя этот свет, она как раз таки и приплывает, где этот свет находится. То есть большое скопление света их привлекает. Ее, конечно же, можно и в дневное время ловить, но в ночное особенно, потому что она вся всплывается к этому потоку солнечных лучей. Ну и рыболов тут как тут ее вылавливает. И мы читаем следующий стих. И зажегши свечу не ставят его под сосудом, но на подсвечнике и светят всем в доме. Иными словами, можно сказать, что лампа, которая предназначена для того, чтобы светить, она не ставится куда-то, чтобы ее скрыть. То есть представляете, дом, нет электричества, одна только лампа, и ее же не будут зажегши ставить ее куда-то и прятать. То есть она должна выполнять свое предназначение. Так же и Христос. указывал ученикам на то, что они должны выполнять. Они должны исполнять свое предназначение. Они должны нести свет миру, который принадлежит всему человечеству без исключения. И можно прочитать следующий текст, 16-й. «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. хотя здесь свет назван вашим светом, ученики светят на самом деле не своим собственным. Они лишь отражают тот свет, который получили от Бога. И они являются светом Бога. Этот свет должен светить среди людей. и Бог, и только Бог должен быть прославлен через их добрые дела, через какие-то хорошие поступки, через оказанную кому-то помощь. Они не должны это присваивать себе и делать это для своего какого-то самовозвеличивания. Они должны были это делать для того, чтобы прославить Бога, единственного Бога, и показать, каков на самом деле Бог, каков его характер, как он сильно любит всех к нему приходящих. И здесь можно выделить как раз-таки второе качество гражданина Царства Небесного. Это провозглашать истину, какую провозглашал Иисус Христос, и показывать окружающим правильный путь. Ученики приняли наставление своего учителя, и они поняли, какими же качествами они должны обладать. как свет, как соль, что вообще от них требуется, чтобы нести эту истину, этот свет другим людям. Они несли на протяжении всей своей жизни, потом на протяжении почти двух тысяч лет были другие ученики, другие последователи, которые также несли этот свет, верно, исполняя свое предназначение, были солью, были светом для всех окружающих их людей, которые брали с них пример, которые подражали, которые также потом шли и шли и провозглашали эту истину. Сегодня, вот именно сегодня, именно сейчас Господь обращается каждому из нас и говорит, что мы являемся этим светом, мы являемся солью земли для всех окружающих, с кем мы общаемся, с кем мы входим в какой-то контакт, мы, принявшие его как своего спасителя, как своего искупителя, являемся его учениками. Мы призваны теми, которые могут оказывать добрые дела для всех окружающих нас людей. И нам не следует этот свет прядать, нам следует этот свет распространять по всему миру, по всей территории, где находимся мы, где-то на работе, где-то может быть в своей даже семье, где-то оказались каким-то вопросом. Если назвались христианами, значит, назвались светом, чтобы сиять, и соли, чтобы охранять мир от разложения. Хотел бы еще поделить с вами одним примером. Не так давно я узнал. В общем, одна семья, проживающая в Иркутской области, это Сибирь, она занимается таким вот методом благовестия, как раз-таки является для всех, кто их смотрит, солью земли и светом. В общем, чем они занимаются? Через интернет они выкладывают свое видео любительское, где в этом видео говорят о каких-то простых элементальных вещах, о наших христианских принципах, которые мы исполняем. Они рассказывают о том, как воспитывать детей, как налаживать какие-то отношения внутри семьи, может быть, как решать какие-то конфликты. Библейские принципы лежат в основе того, что они говорят. Они рассказывают о методах приготовления пищи по здоровому образу жизни, рассказывают о том, как сделать что-то своими руками для детей, детей учат, как проповедовать другим детям, то есть с малых лет уже нести эту весть, быть этой солью и светом для маленьких своих сверстников. И вот на данный момент, если кто знает, в интернете есть определенные блоки, определенные каналы, и на эти каналы подписываются. То есть канал – это где этот любитель, может быть, даже человек выкладывает свое видео. И вот на этот канал, где можно посмотреть это видео, уже набралось в порядке более даже 60 тысяч человек. То есть можете себе представить, более 60 человек уже смотрят это видео, уже смотрят эти здоровые христианские принципы о том, как нужно же нам вести вообще жизнь, как отношения с друг другом, может быть, налаживать, развивать, чему вообще учить детей наших. И вы представляете, да, все-таки каким хорошим опытом они являются для всех, кто на них смотрит. Конечно же, не у всех из нас может быть такая возможность. Выкладывайте в интернете видео и имейте в порядке 60 тысяч человек, людей, которые бы на нас смотрели или которые бы нас слушали. Но с нашей стороны мы можем сделать хотя бы минимум. Я думаю, у каждого из нас есть хотя бы один человек, на который мы могли бы оказать свое влияние. Может быть, где-то в школе, может быть, где-то в университете, в институте, на работе, либо, может быть, это даже какой-то сосед, даже может это быть член семьи, внук, сын, дочь, зять, может быть, муж, жена. Мы можем сконцентрировать хотя бы на одном человеке. И мы уже для этого человека можем быть солью и светом, чтобы он мог, конечно же, через нашу добропорядочную, через нашу, через наш образ жизни видеть все хорошее, все исполнения хороших и добрых и правильных принципов. Я хотел бы закончить свою проповедь вопросом, над которым вы могли бы подумать, поразмышлять и принять какое-то для себя решение. Я думаю, вы все понимаете, и будучи солью, будучи светом, сегодня, хотя бы сегодня, подумайте, что можете вы сделать вот именно сегодня для окружающих нас людей, для тех, с кем мы сегодня встретимся, хотя бы сегодня. Для кого мы будем солью, для кого мы можем стать этой солью или для кого мы можем стать этим светом. Запомнили? Хотя бы сегодня, раз мы являемся солью и светом, подумайте, что мы можем сегодня сделать. И об этом я хотел бы с вами сейчас помолиться. Я приглашаю вас к молитве. любящий и все благой наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что мы здесь. И мы благодарны за то, что мы можем являться этой солью и светом для всех тех, кто с нами встречается, соприкасается, для всех людей, с кем мы общаемся. Помоги нам, Господи, в первую очередь, в своей жизни применять эти принципы Царства Небесного, исполнять свои жизни, чтобы, видя наши добрые дела, видя нашу жизнь, мы могли бы прославить Тебя. Даруй нам, Господи, мудрости, в том, чтобы мы нашли то, в чем мы могли бы сегодня прославить Тебя, в чем бы засвидетельствовать о том, как Ты любишь каждого, как Ты желаешь, чтобы каждый пришел к Тебе. Будь прославлен через нас наш любящий Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.